У юных художников из 44-й гимназии не совсем обычное и очень важное задание. Они рисуют не на привычной бумаге, разукрашивают скворечники. Один домик для птиц не похож на другой, каждый индивидуален. Какими цветами покрыть скворечник и что нарисовать, дети решали сами. Мы сами придумываем рисунок. Сначала эскизы, проверяет учитель, потом мы начинаем рисовать уже. Мы рисуем акриловыми красками, потому что они не смываются водой, ничем другим. Затем надо покрыть лаком. Большинство из ребят впервые украшали домики для птиц, но для некоторых это уже знакомое занятие. Мы с дедушкой каждый год делаем скворечники, их разукрашиваем, вешаем у нас в лес, на даче. И мы каждый год придумываем новые узоры. Скворечники, они весной очень нужны птицам, потому что весной еще не особо много насекомых. И мы будем подкармливать птиц и делать им домики, чтобы они туда залетали и грелись. Разукрашенные скворечники школьники сегодня принесли в парк на Макаренко. В руках художников 20 ярких домиков для пернатых. Экологическую акцию посвятили Дню орнитолога. Праздник исследователей жизни птиц отмечают в России сегодня. Этот небольшой праздник, он, собственно, идет в рамках реализации национального проекта «Экология. Парк 80 лет Краснодарскому краю». Это городской лес площадью 14 гектар. В нем сохранилась и флора, и фауна. И это показательно, что дети, наше молодое поколение, сегодня примут участие в сохранении помощи птицам. Ну и приобщаться к тому большому направлению к культуре по охране окружающей среды. Скворечники крепят на деревья, привязывают, чтобы не навредить растению. Вешать можно с небольшим наклоном вперед, говорят орнитологи, но ни в коем случае не наоборот, чтобы птенцы смогли легко выбраться из домика. 20 скворечников могут стать новым укрытием для целого ряда птиц. В парке на Макаренко орнитологи обнаружили 20 видов пернатых. Это дрозды, кукушки, дятлы, сойки, синицы, зяблики и другие. Этот парк является уникальным уголком природы, полностью окруженным городской чертой. Когда мы проводили здесь орнитологическое обслегивание, мы выяснили, что здесь гнездится множество видов птиц, в том числе три видов диакелов и каракопалая пищуха, которая занесена в Красную книгу нашего края. И все это прямо в городе. Скворечники разместили по всему парку. Орнитологи напомнили, что эти искусственные гнездовья через год нужно будет обязательно почистить. Это тоже часть заботы о птицах. Ведь кроме скворцов, которые сами приводят свое жилище в порядок, там могут поселиться и менее хозяйственные пернатые.